Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас 29 марта. Хочу поблагодарить Мавила Григорьевича. Тут Григорий написано на армянском Григории. Дай Бог здоровья, дорогой мой, Тебя. Как видите, тазик набрал. Сегодня вопрос такой будет. А можно купаться голубей во время дождя или нельзя? О, что-то красиво, по-моему, так себя. Так, это всё, что у меня есть, не бей, что ли? А, нет, вон, выше тоже есть голубей. Остальные не вижу. Ну, сейчас попробуем так себя. Вон, вроде, ну, хочет так, ну, так себя, да, там, хочет вроде что-то показывать. Вот одно дело, когда вообще ни один не бьёт, но на земле в риски ходит. Вот у них бой, не бой, а боище. Вот у них боище. И даже когда-то, когда они летали, ни разу не переворачивались. Да, кстати, если обратили внимание, таких несколько у меня. Зелёный край хвоста мазаных. Два брата есть, потом другой есть. Это я так намечаю, чтобы он знает. Ну, а те, ну, как всегда, крышу вышибают. Ну, ну, такие, ну, выше крыши не умеют летать. Ну, что ж поделаешь, дорогие мои. Что ж поделаешь. Ну, как говорится, чем богато, тем радо. Тем радо. Ну, пойдёшь на посаду, и, о, видите, как поворачивается. На 360 градусов. Да, сейчас чуть-чуть, наверное. Остальных я не могу видеть. Неужели у меня столько всего? Мне же говорили. Больше так не понял. Ну, ну, дождь попала на камеру. Сейчас. Ну, вот теперь совсем другое дело. Уже чисто показывает. Уже чистенько показывает. Кто такой? Это. А, о, скук у меня голуби сидят. Я думаю, где они? Оказывается, они уже сидят тут. Они уже сидят, засранцы. Летать не хотят. Видите как. Летать не хотят. Не, дорогие мои. По-моему, пьют и красиво пьют. И вот, смотрите, сейчас попробую потянуть. Максимально. Да, если, конечно, опять дождь не попадёт. Такой поганый дождь моросит. Понимаете? Хорошо, когда такой. Лучше, когда сильный дождь, чем вот этот, который моросит. Ну, видите, на правило никто не хочет ничего не показывать. Видите, вон там от стаи отделённый летит. Вот там несколько отдельно, да. Вот такие одиночные и будут себя лучше показывать. Просто этот момент не знаю, зацеплю я или нет. Но он сейчас как бы к стаи. Вот видите, вон один отошёл и тянул. Ну, высота, сами понимаете, на уровне крыши. Выше же, конечно, они не умеют летать. Видите, голуби опять соскочили. Опять яшка прилетел. Ну да, наверное. Видите, яшка на паузу же не поставил, дорогие мои. Не поставил. Никто не кричал, не орал, не щугнул. Ничего, голуби самостоятельно соскочили. А что произошло? А вот так Яша сзади приходит. Пытается, ну как вчера. Миш, ну он не на меня целится, он на Арарата больше целится. В общем, уже который раз напугал Арарата. Один раз аж вообще сюда, на этот сел. Он аж не знал, что делать. Вот такие. Да, ну теперь почитаем пару комментариев. Ну что-то купаться не хотят. Странно. Странно, обратили внимание, голуби соскочили. Перед этим голуби были на улице, во дворе. Все голуби ушли в голуби от нее. И тут же вот просто, да, вот смотрите внимательно запись. Голуби ходили там, кушали вот это, да. Потом резко все зашли сюда. И тут голуби соскакивают с крестовины. Как это так получается, дорогие мои? Ну как они могли что-то отсюда видеть? Это для тех, которые, говорит, голуб не видит. Он не виноват. Вот хищник приходит. Ну что же он может делать, понимаете? У них тысячи способов у голубей узнать опасность. И по обонянию, и по слуху, и по поведению других этих, да. Там, видите, даже на крышу не сел. Он сходу пошел. Вот показываю, видите. Выскочил и все. Это пищал. Вот этот малышок. Это который вот, когда, вчера я по-моему хотел проверять. Выпускал. Вот, обратите внимание, как сидит. Но если на эти вещи не обращать внимание, дорогие мои, не поймете никогда, что творится. Сейчас опять соскучит. По его поведению видно, что сейчас он опять соскучит. Вот, смотрите. Чувствует опасность, что на крыше опасно. Вот, смотрите, это пищалка. Внимательно слушает и смотрит. И как его хищник с крыши заберет? Никак. Мое мнение, никак. Его не заберет. А вот кто там ушами похлопал, тех и заберет. Да, теперь, значит, теперь, теперь, теперь. Сейчас поставим. А, нет, не поставим. А, еще один малышок красивый, мрамор. Ну, эти вот, скидываю чуть ниже. Эти летят. Так, время у нас, дорогие мои, только пол шестого, как бы, в ночь летать не пойдут. А не спустится. Это кто такой? Это кто такой? Это кто такой? Это не Чубатый, голубочка. Нет, не Чубатый, голубочка. Он падает. Так, так, так. Никак не почитай. Так, Гагик, доброе утро. Естественно, у тебя голуби в ночь не полетят. Это не сова. Голуби другие биоритмы. Голуби ночью не летают. Это я пишу для голубедержателя, у которого голуби на словах умеют летать ночью. Миру мир. Здравое, здравомыслящим. Однозначно. Ну, по-моему, уже в последнее время меньше начали говорить, что по ночам летают. В общем, да. Тут Александр. Ну, в этот раз Александр, ну, как все, хороший комментарий написал. В прошлый раз неудачное сравнение было. Да, значит, машина, которая не едет, металлолом. Нелетающие голуби хлам, если это не декоративные. Если голубь перестал летать, это первый звоночек, что с ним что-то не так. Голубятник должен определить, что именно, и сделать выводы. Поэтому надо гонять всех и всегда. Но не перегибать это, да. Например, в песку только вылетел. Если в такой ветер погнять, его не унесет. В общем, вот все замечательно написал, все замечательно написал Александр. Ну, планет испортил. Буквально вот недавно я разговаривал с человеком. В общем, вот он мне там это, да, говорит, вот в небе хищник ничего не может делать с моими голубями. Да, вот, смотрите, откуда падает. Ну, сейчас уже будут падать. С крыши падает вниз. Его не было. Эти уже внизу. Где они? Да, эти уже внизу. В общем, ну, буквально недавно вот он разговаривал. Он говорит, вот, говорит, небе ничего не может делать. А вот, говорит, с крыши у них таше. То есть вот ловит, да. Понимаете, я с ним это, да, я говорю, слушай, дорогой. Ну, вот ты же, у тебя голубей с неба может таскать. Он говорит, вообще шансов нету. Они, говорит, спокойно уходят. Я говорю, ну, а у других? У других же ведь с неба тащат хищники. В общем, он, ну, да. Я говорю, значит, по категории ты на один шаг уже выше. То есть у этих ребят и с крыши тащат, и с неба тащат. А вот у тебя с неба не может таскать. Это, да, не может таскать, только с крыши тащат. Говорит, да. Я говорю, а вот у Миши Гаврилова ни с крыши не может таскать, и ни с неба не может таскать. То есть он еще на одну степень выше. То есть, ну, не он, а его голуби, да, там, летит-то не он, а голуби летают. Короче, он занимается с ними, то есть правильно занимается. То есть у него уже этот результат есть. Результат на степень выше. Ну, к этому можно либо стремиться, либо можно сказать, что такое невозможно. Понимаете? Теперь то же самое. В общем. Ну, я ведь все это же, все это же не рассказываю. Я показываю. Было в Волгограде 25 метров в секунду, или 27, а ну и 25 и 27 было. Вот тут вот, видите, на Яблоне центрального ствола нету, сломало. Тут большой ствол был огромный. То есть центральный ствол был, да, ветер сломал. В этот день я всю мою голубятни выпускал. Это было несколько лет тому назад, когда был московский ураган. Там через день, по-моему, в Волгограде было. В общем. И вот я это, да, сейчас будет фокус. При таком ветре я дверь открываю голубятни, выгоняю. Ну, естественно, ни одного голубя невозможно при таком ветре сразу находить. 25 метров это, считайте, 20 это 72 километра в час. И этот, опять еще 18, да, считайте, 90 километров в час ветер получается. Ну, естественно, при таком ветре голуби не будут рвать, как обычно они это, да, ветер рвут. А я говорю, сейчас будет фокус. И человек там пишет, и где же фокус? То есть он даже не понял, что такое фокус. Да, теперь, дорогой мой Александр, и пищалок можно. В общем, но если вы уверены, что эти пищалки не пропадут, понимаете? Если вы уверены, что они не пропадут, и их в такой ветер можно поднимать. Но если вы знаете, что ваша пищалка даже без всякого ветра пропадет, ну, конечно, их в такой ветер нельзя выпускать, понимаете? Но, опять же, к этому можно стремиться. К этому можно стремиться, а можно не стремиться. В общем, у кого-то получится, у кого-то, конечно, не получится. В общем, и у кого не получится, это не говорит о том, что этого нельзя. Или этого невозможно. В общем, да. То же самое, допустим, про зимний гон. В общем, когда зимой я гоняю голубей. Да, ведь я тоже многим говорю, я говорю, ребят, гонять необходимо. Всю зиму, круглый год. Ну, и на ручник, про ручник не забудьте. То есть про ручник не забудьте, это что значит? Если вы видите, все, он уже дубасит. К концу сезона там голуби отлетали весь там декабрь, январь, февраль. Но, видите, в марте он все их уже уничтожает. Самых сильных голубей, да, там, опять же, ваших сильных голубей. Они не этот, не самых сильных голубей. Сильных голубей, ваших голубят, не видите, то надо притормозить. На следующий год попробовать там, на недельку дольше будете это, да. То есть ручник, конечно, нужен. Вот по это, да, палку не перегибать, вот это значит. Ну, а гонять в сильный ветер пешалок, выпускать, в общем, можно, даже нужно. Но если есть, чем, если помните, вот это, да, несколько лет тому назад, я 4 пешалки, которые с гнезда спускались до земли, даже до насестом не могли в это, да. Зимой я вышел и выпустил с улицы. Они ночевали на, это, да, кое-как, да, в крыше дотянули. До меня не дотянули. Один, двое из них были от челя старого, челенки. Ганелы любимый челенок, он до сих пор меня не простил. Так, говорит, моего челенка убил, не дал, говорит. У него все, и так сухожилие было порвано, но, так говорит, его все равно отнял. В общем, да, и пешалки, увидев, родители вот здесь, они пытались отсюда, оттуда сюда долететь. А не могли. В общем, чуть там метров десять по этот, ну, как вот детей мы учим, да, плавать. Вот он там на метр отходит от берега и обратно. На метр отходит и обратно, да, но, в конце концов, учится плавать. В конце концов, учится плавать. Хорошо. Так что, все это можно. Если есть, еще раз говорю, с чем. В общем, если есть с чем. И гонять нужно, необходимо гонять. Но если вы знаете, что вы погоните всех своих голубей, и вы останетесь ни с чем, ну, тут уже выбор ваш, понимаете. Вы можете гонять, а можете не гонять. Но при этом сказать, что у вас будет сумасшедший результат, это старый чиль. Видите, он уже не выдерживает. Старый, старый, уже очень старый голубь. Раньше он пружинил. Вот даже года два тому назад. Смотрите, как он пружинил. Вниз, вверх. А сейчас уже все отдыхает. Ну, скажем так, да, вот, пока мы молодые, на турнике скачем, как черт и что. Ну, а когда уже 60-70 лет, повис на турнике подышать. Тут уже руки не выдерживают. То же самое тут, дорогие мои. Но опыта у него хватило. Вот в этом году я показывал. Когда он, молодой его сын и внук. А не внук, а праправнук. Кукленыш. Вот хищник на него не напал. Хищник напал на сына, на челенка и на кукленыша напал. А вот на него он не напал, понимаете. В общем, вот как вот. Так тоже. А, ну, у меня там еще есть крышевышабатели. Голуби, которые только крыши вышивают. Понимаете? Дорогие мои. Ну, вот представляете, я издеваюсь над людьми. А они пишут и думают, что они надо мной издеваются. Понимаете? Это вот когда поймали дурачка и издеваетесь над нем. Да? Он думает, что он над вам издевается. Такое тоже бывает. Да. Ну, тут еще такой хороший комментарий мне написал. Привет, дядя. Пару подари мне. Значит, дорогой мой, для того, чтобы получить подарок, необходимо этот подарок заслужил. Ну, если ты ребенок, детям полагаются подарки. Но этот подарок необходимо заслужить. Для этого что надо делать? Если ты же учишься, то надо скинуть мне в одноклассники. В общем, с отличием, с хорошими оценками. В общем, это, да, там, как, что этот, учебу закончил. Если ты, ты не любишь учиться, но при этом хороший спортсмен. Ну, хотя медаль скинь мне там, посмотрю, по какому виду что-то. Но если и ты не учишься, и не спортсмен, то зачем тебе что-то подарить? Значит, еще раз говорю, подарки нужно за это, да, заслужить. Проблем нету с подарками, подарю. Но ты должен это заслужить. Если, конечно, ты ребенок. Но если ты взрослый человек, понимаешь, взрослый человек такие вещи не говорит. Стыдно взрослому человеку сказать другому взрослому человеку, а подари мне. То есть люди, которые уже зарабатывают деньги, зарабатывают деньги, они не должны просить подарок. Они просят, продай мне. А уж другой человек решает, что делать, продать или подарить, понимаешь? Это если взрослые люди. А если ребенок, проблем нету, но ребенок должен заслужить. В общем, либо в спорте, да, какие-то достижения, в общем. Ну, либо в учебе, в общем. Ну, если там и там нету, нужно стремиться. И вот как только получится, тогда обратиться к дяде Гагику. Это тоже так. Сейчас еще. Почитаю. Здравствуйте, дядь Гагик. У нас сегодня был ветер 34 километра в час. Я гонял в голуби все четко. Конечно, все четко. А куда же она денется? Конечно, будет все четко. Ой, дорогие мои. Ну, видите, было 4 крыш-вышибателя, стало 5 крыш-вышибателя. Я же фокусник, понимаете? Делаю ахалай-махалай, и вот это, да, там, с небес голове спускается. Делаю ахалай-махалай, они поднимаются. Понимаете? Ну, как это делаю, я не говорю. Точно так же, вот когда сапсан должен идти на голубей, говорю, ахалай-махалай, он с пути сбивает. А как красиво тянет. Ой-ой-ой. Уходит, уходит. Вот это класс. Вот это класс, на самом деле. Прямо не знаю, камера что цепляет, но вживую все это замечательно видно. Вживую все это замечательно видно. Ну, поставим на паузу, пусть сканируется, продолжим. Да, опять не успел. Тут один резко скинул. Чернохвостый. А эти соскачили. Но опять не вижу никого. Вот оно. Вот оно. Ну, зато, видишь, захочешь самому вот так показывать и хренчо покажешь. Да, кстати, вот те, которые, говорит, от хищника голуби не бьют. Ну, а это что делать? Стирку делать? Или кушать, готовить. Это мраморненький бескончик. Это вот то, что Карен просил. Ради него оставить этих голубей. Я же в предыдущий раз четыре штуки убрал. Вон, да, как красиво там. И там красиво. И там красиво. И там красиво. И там красиво. Вот, значит, вот смотрите, где которые отошли, как четко. Это я потяну болиской, чтобы, видите, и один тянет, и другой тянет. Вот, смотрите, в стороночку. Вот что, должен делать буйный голубь, дорогие мои. Да, но про, про это, да, купание в дождь, обязательно скажете. А нет, давайте не купание. Знаете, этот, облегчим задачу. Можно ли во время дождя гонять голубей? И нельзя. Вот диккарь пошел опять. Или нельзя гонять голубей? Вот это что такое? Видите, что творят? Видите, что творят? Это называется хищник хочет с крыши тоже. А эти спокойно сидят, не шарахаются. Видите, не дергаются. Но я не вижу, где он, дорогие мои. У меня нет обзора. Тем более он любит покраску, да. Но я показываю поведение. О, смотрите. Сейчас, наверное, выйду на улицу. Может, там я зацеплюсь, чтобы. А, не вижу я. Да, и как всегда, да, как только машину помоешь, обязательно дождь пойдет. Вот. Есть еще такая примета. Вот. Вот. Те вон они. Трое ниже. Трое ниже. Раз, два, три. Вон четвертый. А вот трое ниже. Вон четвертый. И еще выше пятый. И еще выше пятый. И этот сейчас будет допасить. Шелчки оттуда слышно. Вот смотрите. Вот высота крыши. Вот он. Под крышами летит. Шелчки оттуда слышно. Так себя, да, так. Так себя переворачивается. Ну, я уверяю, если у этих ребят хоть был бы один такого типа голубь, весь день бы снимали и показали. Стал бы кинозвездой этот голубь. И рассказывали, ох, это как, ох, это как. Ну, понимаете, не дал бог бодливым коровам рога. А, ну это пескунчик. Эдгард, это твой пескун. Это от белого лохмоногого. Вов, тебя тоже из-под этих давал там. Они белые были. Это вот этот пескунчик, видите. Краснохвостый, красношеечка, лобик. Как-то. Как-то. Как-то голова. Это он же. Это Ганнеловский. Это Ганнеловский. Не знаю. Это кто так? Это вот патается там. Это с крыши. Ох, ох. Да что, что вы пиндер. Хотел так чисто по-человечески сказать. Ну, что, что вопендриваешься, а? Ну, что, что людей дразнишься. Ну, разве так модно? Он не бьет. Он свечу пытается тянуть, видите. Это стариковская дочка. Это тоже взрослая голубочка. Ну, а те, дорогие мои, вон они. Те, те, те. Опять продолжают успешно крышу вышибать. Вот второй под крышами. А двое над крышами. Вот один. Вот один. А где еще один? Охренел знает. Ну, за крышей, наверное, не видно. Уже за крышей, наверное, уже. Вот там они. А, вон, вон. Я же говорил. Ну, тут повыше за крышей. Видите? Вот уже их не видно. Этих тоже не видно, кажется. Вот так они крыши вышибают. А вот так они в точке летают. Вот и фокусник. Фокусник. Вот он поставил на паузу. Это вот этот шпингалетик. Это вот этот шпингалетик. От кукленыша. Вот там залезает в ванну. Ну, что-то пока очереди нет. Так вот, дорогие мои, еще раз просьба. Ну, скажите, пожалуйста, можно ли во время дождя гонять голубей? Или дождь испортится? Во время ветра нельзя. Вон там Михаил сказал, ветер испортит. Хорошо. А во время дождя как? Тоже дождь испортит? Ну, опыта-то много. Расскажите, пожалуйста, уважаемые голубедержатели. Давайте хоть что-то научимся от вас. Хорошо. Будет ли дождь портиться, если голубей гонять не будет? Или не будет? Ой-ой-ой. Малый. Пицел. Пицел. Сейчас, подожди. Ну, ходит. Находит что-то хорошее в земле. Да. А вот представьте себя, да, когда голуби в резкие, вот так огород закрыт. Ну, как они через это полетят? Сюда, туда. Как они полетят? Как они полетят? Никак. Беда. Не режьте, дорогие мои голуби. Мы и так знаем, что они хорошие. Ведь для того, чтобы рассказывать, что они хорошие, не обязательно резать. Не обязательно. Можно и без резки рассказать. Хотя голуби через решеточку перелетят там, съедят что-нибудь вкусное, полезное. Но этих я не думаю, что дождутся посадочки. Они могут и через пять минут упасть, могут и через час спускаться в темноте. Но в любом случае спускаться будут. Ой, молодец. Молодец. А, ну эти голубки я никогда не показывал. Это тоже старая голубочка. Я никогда не показывал. Да и редко я когда своих хороших голубей показываю. Очень редко, дорогие мои. О, там Линда балдеет, моляется. Линда. Ты что в дождь за гору этот принимаешь? Загорает. Упиль Titans. Я не могу сделать ее. Ага. О, черт、яpatient. Черт,яpatient. Черт,я. Продолжение следует... Все, загорелось. Да? Морда. Пойдешь сейчас корму пушить у голубей. Не спите или нет. Ну я скажу, ну пошла сейчас. Поужинает там. Любит она. Говорит, с кем поведешься? Да, вот с голубями. Голуби едят пшеницу. И она тоже любит есть. А они любят. У меня в Муське семечки есть. Все удивляются. И морковку есть, и капуста есть, и семечки. Огурцы вообще так обожают. Понимаете? Ко всему этому можно приучить, дорогие мои. Ну что, не можешь спускаться? Этот спустился. Молодец. Ну а ты? Ну давай. Тебя помочь, что ли? Это чиганок помочь. Да, чиганок. А не, это мрамор написано. Это вот. Те вот три штуки. Два мрамора. Один. Мраморный куду. Это вот они. Он дуркует. Это взрослый голубь. Но сейчас, видите, он дуркует. Да, не может спускаться. Жалко. Ух ты. Это пескун. Ганнеллевский. Это ганнеллевский пескун. И голубь. Скорее всего, будет. Видите? Вот он тянет, тянет, тянет. Тянет. Ну, это голубочка. Тоже старая. Папа уже давно нет. Папа нету. Папа нету ее. По-моему, в 2018 году его не стало. Это от старика дочь. Депутатская дочь. Это вот она. Это мраморный. Брат второй. И в дверь. Один лобик, мрамор. Второй такой. Ну, думаю, достаточно, дорогие мои. Миру, мир, голубям, небо. Гоняйте голубей. Не режьте голубей. Не мучайте птицу. Не бучите птицу. Ну, и не забудьте сказать. Если в дождь голубей гонять. Дождь испортится или нет. Обязательно напишите. Здравия, здоровомысляща. Так, дорогие мои. Ну, там уже вовсе купаются. Эти вот четверо раскинули. Пятый выше. Эти двое пахтят. И могут вниз спускаться. Попробуем. Помочь им. Ну, заодно красоту покажем. Вот, беда в бойных голубей, что им тяжело спускаться с крестовины. Вот, придется вот так вам спускать. Это молодой голубь. Молодой голубь, как детей. О, смотрите вверх. И как сейчас будет падать. Почему? Потому что все. У них уже начинается куриная слепота, дорогие мои. Не видят голубей. Ну, конечно, если это голуби, не уголубедержатели. Их не все видят. У них прибор ночного виден. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Молодец. Молодец. Я думал, сейчас с крыши упадет. Видите, как назад пошел, пошел. На спину, на спину. Чуть не упал. Вот, видите. И так тоже бывает. Ну, еще что-то покажете или нет? Ну, долго уже. Надеюсь, максимум минут я могу снимать. Иначе придется еще один ролик. Ну, это поставим на пол. А, что-то декаль пошел. Вот, сейчас увидели наверху. Сейчас посмотрим. И он тут уже скидывает. Тут тоже скидывает. Ну, не умеют они ночью летать. Не знаю. Ганелла попросил, что он сделал томблер. Вот, да. Оставили, не работает. На этих голубей не работает томблер. Будем у китайцев просить, что бы они делали. Ну, будет у кого-то остановка. Может, дуркает. Может, дуркает. Кто-то из вас потянет сейчас. Красиво. Или нет. Не, долго получается. Дорогие мои. Мир, мир, голубар. Небо всем спокойно.